Всем привет! С вами снова Илья, обзор и прогноз рынка криптовалют на сегодня, на 11 декабря. Сегодня поговорим о том, почему я все-таки вижу первые признаки разворота по биткоину, почему сейчас неплохая торговая ситуация для того, чтобы его прикупить. Ну и в принципе посмотрим также одним глазком на эфир. По рынку у нас ничего особенного не происходит, продолжает он на тех же отметках держаться, разве что вот за последние сутки только биткоин около 3% потерял. Ну и многие альты, естественно, смотрят с ним в одном направлении. Давайте сразу переходить к делу. Я уже где только можно, наверное, написал какую-то свою, даже не торговую идею, а свое видение рынка на текущий момент времени. И сейчас вот настала пора ютуба. Давайте посмотрим вот на что. Я не буду брать вот это вот все, рассматривать там каждую точку. Меня интересуют только два момента, которых я здесь выделил стрелками. Напоминаю, что моя основная позиция заключается в том, что был крупный игрок или группа игроков, которые набирали шорт-позицию примерно в диапазоне 6600 долларов. То есть вот здесь был набор шорт-позиции. Дальше мы потащили рынок вниз. И теперь основная задача этих игроков или этого игрока в шорт свою позицию закрыть. Для того, чтобы эту позицию закрыть, нужно биткоины выкупить. И почему я думаю, что именно сейчас такой выкуп происходит. И что эта позиция, она близка к своему закрытию. И впоследствии мы увидим определенный рост наверх. Я так думаю, именно по причине вот этих вот двух свечей. Вот этого свеча и вот этого свеча. Они слишком аномально большие. То есть они имеют вот такую вот структуру. То есть они вместе с объемами рисуют вот такие вот выходы наверх. Это может свидетельствовать об одном из двух. Первое это шорт-сквизы, то есть вытеснение продавцов. Есть некие продавцы, то есть пассажиры в общем-то зашли на продажу. Открыли шорт-позиции. И для того, чтобы их выбить, сейчас цену резко там закинули наверх, чтобы они позакрывались. Сделали это там раз и сделали это два. Почему я все же не думаю, что это шорт-сквиз? Сейчас вам покажу. Это график минутный. Сейчас вот на данный момент я вам показываю. Одна минута, одна свеча. И вот мы видим эти две свечи. Вот она первая. И вот она вторая. Как мы видим, раз, два, три минуты. Здесь буквально за вот эта минута и эта минута пришествовали вот такому вот резкому движению цены. Зачем так дорого сбривать шорты? То есть, когда вы хотите сбрить шорты, вы хотите, чтобы игроки, которые вставали в шорт, они обратно выкупили свою позицию. То есть, возникла ликвидность на покупку, в которую бы вы продались. Правильно? То есть, ваша задача это в данном случае что-то скинуть. То есть, что-то продать. Если вы хотите что-то продать, то зачем вам так дорого бить по стакану вот здесь раз и два раз. То есть, фактически и здесь, и здесь вы вложили очень много денег в покупку. То есть, если вы крупный игрок, вы вложили очень много денег в покупки, которые вы, вероятнее всего, потом просто не скинете только на выбривание вот этих вот шортистов. Поэтому здесь, мне кажется, ну более яркий признак на данный момент времени того, что происходит следующее. Крупный игрок ждет, когда стакан заполнится. То есть, заполнится стакан по аскам. Там возникнет большая ликвидность и он сразу же бьет по маркету. То есть, буквально одним ордером, может несколькими ордерами, он бьет по маркету. После этого он ждет, когда стакан снова заполнится сверху или когда начнут продавать. То есть, игроки, которые увидели такой резкий подъем наверх и потом еще раз бьет по маркету. И впоследствии возникает вот такая вот ситуация. Раз, два ситуации. И то же самое до этого. Сначала у нас игрок раз бьет по маркету, после этого ждет, когда стакан заполнится. После этого еще раз бьет по маркету. И таким образом он выкупает плотный стакан для того, чтобы прикрыть свои шорт позиции. И впоследствии я все-таки ожидаю, что это является одним из признаков того, что краткосрочные, по крайней мере, мы уже близки к какому-то окончанию падения. И можно какие-то позиции набирать. Вот. Это то, на что я обратил сейчас такое самое пристальное внимание. И эти же идеи я опубликовал вот здесь. То есть, я также буду вам признателен, если вы подпишетесь на меня в TradingView. Вот мой ник. Я приложу также ссылку в описании. А вот эта идея. Вот она самая последняя. Я ее здесь опубликовал. Там подробно описал, где беру, где будет стоп и где будет у нас тейк профит. Братья, предлагаю, после того, как мы выбьем вот этот вот уровень. У нас здесь уровень есть 3300. Вот он здесь формировался с двумя ложными пробоями. И сейчас я думаю, что если еще раз будет один ложный пробой, то в диапазоне 3250-3350 можно взять в расчете на подход вот к этим вот двум уровням. Возможно, где-то промежуточно стоит зафиксировать по 3750, а возможно, чуть посмелее дождаться там 4400 долларов. Ну и стоп на 3100. Я хотел изначально стоп спрятать за 3000 долларов, то есть поставить там на 2950, возможно, чуть ниже. Но я подумал, если захотят стопы сбрить, то их соберут и на 2950. Поэтому смысла расширять искусственные риски здесь я никакого не вижу. Вот. Поэтому это может быть безусловно шорт-сквизом. Я могу опять же ошибаться. Но вот здесь я просто не вижу смысла, будь я крупным игроком, мне так дорого сбривать шорты. Когда шорты можно сбрить очень дешево. Для этого достаточно просто дать рынку направление, а дальше покупатели уже все сделают сами. То есть покупатели просто продвинут этот рынок дальше и стоп-лоссы игроков, которые спрятаны за этим уровнем, они соберут. А сейчас, то есть бить по рынку в полный стакан рыночными ордерами, для того, чтобы собрать шорты, ну и хотеть со сбора этих шортов просто свою позицию скинуть, это очень дорого. И скорее всего это будет даже нерентабельно, исходя из того, сколько вложено вот в эту вот свечу, чтобы потом эту позицию продать. Скорее всего даже эту позицию не удастся продать на вершине рынка. Вот такие вот дела. Это что касается биткоина. Более подробная там техническая картина в предыдущем видео у меня была. Сейчас, если и следует покупать вот в рамках этой торговой деятельности, то только на небольшой капитал и только выставляя стоп-лосс. Потому что это все действительно может быть и шорт-сквиз в том числе. Просто какой-то, ну в данном случае нетипичный. Возможно это просто шорт-сквизы для тех, кто торгует маржинально, кто торгует с маржой. Что же касается эфира, здесь недавно поступила информация, данные относительно рынка ICO. Насколько я понимаю, самая прямая корреляция у эфира это безусловно к биткоину. То есть биткоин там растет, эфир растет, биткоин падает, эфир падает, как и любой другой криптовалюты. А вторая, второстепенная корреляция это все-таки с рынком ICO. Так вот сейчас данные пришли, что рынок ICO он уже по-моему порядка 65 миллионов собрал за ноябрь. 65 миллионов, тогда как на пике он собирал в феврале 2,5 миллиардов, по-моему, или 2,6 миллиардов. Поэтому я думаю, что здесь эфир продолжает терять и впоследствии он еще больше отставания нарастит от Ripple. Потому что все-таки эфир очень-очень сильно зависим от развития рынка ICO, на мой взгляд. Вот такие вот дела. Вот такой мой взгляд по биткоину. Напоминаю, что рынок криптовалюты является рынком с высокими рисками. Не инвестируйте сюда то, что вы не готовы потерять. Несколько альтернативных точек зрения формируйте, а свое торговое решение принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok